Премьерный показ нашумевшей картины «Матильда» состоялся и в Якутске. Фильм вызвал волну негодования критиков, историков и жителей страны, которые осудили его за недостоверность. Но, несмотря на это, премьерные показы в Москве и Санкт-Петербурге прошли с аншлагом. Как воспринял картину якутский зритель, узнала Саргалана Захарова. Нашумевшая «Матильда» дошла, точнее сказать, до «Танцевалы» и до Якутска. Скандальный фильм начали показывать во всех столичных кинотеатрах. Примечательно, что на премьеру пришли в основном представители более старшего поколения. Среди них мы заметили и нынешний коллег-замонитой балерины. Хочу просто в очи увидеть, кто-то что-то говорит и убедиться самим, что история должна быть правдивой. Тебе интересовало этот фильм? Потому что я артистка балета. Режиссер хороший, учитель, которого мы очень хорошо знаем. Поэтому хотелось бы еще познакомиться с его творчеством. Днями ранее показы прошли в Москве и в Санкт-Петербурге. Фильм представил Владимир Винокур, который выступил в нем продюсером, и сам Алексей – учитель. Они выразили свою искреннюю радость за то, что картину все-таки допустили до проката и избавились от этого мракобесия. Однако именно таковым назвали фильм «Защитники чести семьи царской». Вы знаете, что они помазали? Помазали их божие. Вы знаете, царь Николай. Известный якутский режиссер, а по образованию еще и историк Остас Марсан поделился своим мнением о фильме и отметил, что картина в целом ему понравилась. Ну вообще есть жанр, такой отдельный жанр, псевдоисторическая костюмная мелодрама. И Матильда как раз является ярким образчиком именно вот этого жанра, когда от реальной истории остаются только имена главных героев, а все остальное, оно, собственно говоря, выдумано. Из-за аншлага, например, в более крупных городах страны и из-за неоднозначной репутации Матильды пришлось усилить охрану у театров. Но в Якутске помощь со стороны не понадобилась. Билеты в кассах оставались даже в день премьеры. Ажиотажа, как у якутских фильмов, у Матильды нет. Это точно. У Олого, то Хараби Кири на премьеры не было билетов уже за сутки до старта. Зрители, которые все-таки пришли посмотреть режиссерскую версию истории Николая Второго и Матильды, остались под впечатлением, но совершенно под разным. Абсолютно не понадобилась. Фальшивые насквозь. Съемки шикарные, костюмы шикарные. Там просто сказка. И все. Я считаю, если у режиссера такая богатая фантазия, можно написать сценарий, но не задействовать исторические лица. Бюджет фильма составил 25 миллионов долларов. Большую часть денег потратили на декорации и костюмы для актеров. Но, несмотря на такие вложения, создатели картины надеются покрыть все свои расходы и, более того, даже побить рекорд «Звездных войн» по предпродажам билетов. И в то время, как в других городах России на примерные показы билеты расходились со скоростью света, то в Якутске рекорды «Звездных войн» пока бьют только наше кино «Уолото». Саргалана Захарова, Евгений Лугинов, НВК «Саха», Якутск.